Время новостей на 12-м канале. В студии Танзеля Бахтиярова. Здравствуйте и в этом выпуске. Ушел на самоизоляцию Александра Буркова. Коронавирус. Снег на голову, а мечей ждет морозная снежная неделя. Стоит ли еще рассчитывать на потепление? Новый приток Иртыша, что сливали в главную водную артерию Омска. Вердикт озвучил Росприроднадзор. Служба трудна и опасна. Он выскочил и нанес несколько ударов на отмашь сотрудникам отверткой. Я в этот раз не пострадала. Об омских полицейских, которые распутывают самые сложные дела, расскажем в честь Дня российского уголовного розыска. И эксперименты в театре артисты из нескольких городов устроили в Омске красочное шествие. У Александра Буркова обнаружили коронавирус. В своем инстаграм-аккаунте губернатор сообщил, что у него бессимптомная форма заболевания. Тест на COVID-19 глава области проходил при подготовке к мероприятию с руководителями других регионов. Результат положительный. Известно, что Бурков чувствует себя хорошо. Клинических проявлений болезни нет. И тем не менее ушел на самоизоляцию и отложил все встречи. В том числе пришлось отменить эфир программы «Диалог с губернатором», намеченный на эту среду. Работать Александр Бурков пока будет удаленно. В своем обращении в соцсетях глава области попросила Мечей внимательнее относиться к своему здоровью, соблюдать требования санитарных норм, не игнорировать масочный режим. И добавил, что будет выполнять все рекомендации медиков. И как только они дадут добро, выйдет на работу. Водителей, дважды нарушивших масочный режим, могут отстранить от работы. В регионе ужесточили контроль за соблюдением мер безопасности в общественных местах. Ежедневно надзорные службы инспектируют торговые центры, точки общепита, транспорт. Сегодня проверяли автобусы и маршрутки. Носить маски в рабочее время обязаны водители, контролеры, кондукторы. Пассажиры, в свою очередь, должны находиться в маске не только в салоне автобуса, но и на остановке. Пользоваться индивидуальными средствами защиты нужно и в такси. Рейды проходят ежедневно. Чаще всего маски у них находятся. Нежелание связано с тем, что маску носить неудобно, нечем дышать. Сейчас идет повышенный рост заболеваемости ОРВИ. Маска является профилактическим средством не только от коронавируса, но и от респираторных заболеваний. Мы проводим профилактические разъяснительные беседы. После этого маски они надевают. Стараются второй раз не попадаться. Добавлю, что нарушителям масочного режима грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Другим темам. Эта неделя в Омске будет морозной. Местами синоптики обещают мокрый снег. Погода уже начала портиться. На улице не теплее плюс 4. Ночью температура понизится до минус 1. И так прохладно, если верить открытым интернет-источникам, будет всю неделю. А в среду и вовсе обещают снегопад. Автомобилистам нужно быть к этому готовыми. Вообще же, по прогнозу гидрометцентра, октябрь в Омске будет теплее и суше обычного. Средняя температура выше 6 градусов со знаком плюс. За месяц будет не больше 10 дождливых и снежных дней. Выпадет рекордно малое количество осадков. Меньше, чем в предыдущие годы. А мечи тем временем в соцсетях делятся фотографиями и видео снега. В некоторых районах города прошли незначительные осадки. Пользователи удивляются переменчивостью омской погоды. Еще в субботу в городе было плюс 20, а сегодня уже снежно. Стали известны предварительные результаты проверки Росприроднадзора по поводу слива черной жидкости в Иртыш в районе метра моста. Видео, где в главную водную артерию Омска течет вода странного цвета, в соцсетях опубликовали очевидцы. На место оперативно выехали специалисты, взяли пробы. Анализ показал, в реку могли попасть иловые отложения, то есть минеральные и органические вещества, осевшие на дно в результате проведения работ на Иртюше. Виновники сейчас устанавливаются. Происшествием заинтересовалась и прокуратура. Специалисты проводят собственную проверку. Ситуацию в своем аккаунте в инстаграме прокомментировал глава регионального Минприроды Илья Лобов. Цитирую, так сработали на намыве песка и потом сбросили то, что осталось обратно. Спасибо сотрудникам за оперативную реакцию. Добыча песка в границах Омска запрещена. Допускаются дноуглубительные работы для поддержания гарантированной глубины судового хода. Ведется административное расследование. Конец цитаты. Угро даже звучит грозно. Сегодня российскому уголовному розыску исполняется 102 года. 5 октября 1918-го коллегия Народного комиссариата внутренних дел постановила создать Центр розыск. Главная функция дела и спустя век одна и та же искать и задерживать нарушителей закона. По статистике 7 из 10 преступлений раскрывает именно Угро. Работа тяжелая и моральная и физически далеко не каждый может чуть ли не ежедневно видеть трупы или, например, обойти в поисках очевидцев многоквартирный дом, а то и не один. Служба требует не только остроты ума, но и отличных физических данных. В этом убедилась Юлия Думанова. Майор полиции Елена Бурлакова переписываться в соцсетях может хоть целый день. И это не развлечение, а работа. Прямо сейчас она пытается установить, где прячется мошенник, объявленный в федеральный розыск. Для этого зарегистрировалась на сайте знакомств. День начинается с того, что я пишу, ну, привет. По легенде, она одинокая женщина, которая мечтает познакомиться. На такое объявление клюнул злоумышленник. Виртуальное общение длится несколько недель. Плоды подобных переписок есть. Недавно удалось поймать мошенника, который брал машины на прокат и продавал их. Злоумышленник пришел на свидание, а попал под арест. Конечно же, преступники делают осмотр, когда приходят на встречу. То есть в данном случае встреча была рядом с вокзалом, в торговом центре, у фонтана. Мужчина, ну, минут, может быть, 15. То есть я его видела в поле зрения, он мне попал, и минут 15 он ходил и осматривался. Иногда переписку приходится вести до 3-4 ночи. Елена шутит. Муж относится с пониманием и к виртуальным мужчинам не ревнует. Впрочем, большая часть работы – это засады и разъезды. В этом доме живет женщина, которая оскорбила полицейского. Заведено дело Елена Бурлакова. Собирает о нарушительнице информацию, составляет характеристику. Хорошая, замечательная. Всегда на выручку придет. Мы с детства друг друга знаем. Всю жизнь рядом живем. Какая полиция. В уголовном розыске Елена 20 лет. За это время пережила многое. Несколько раз на нее нападали. Мужчина оказался психически нездоровым. И когда в момент открытия двери, он выскочил и нанес несколько ударов на отмашь сотрудникам отверткой. Я в этот раз не пострадала. У одного коллеги было безображено лицо. В бровь попал. Мужчина был с отверткой. Но менять профессию никогда не хотела. Быть полицейской мечтала с детства благодаря работе. Даже нашла дочь во время расследования уголовного дела в Нижнем Новгороде. Там пропала женщина. Позже окажется, ее убили при осмотре дома. К Елене выскочила дочь потерпевшей. Девочка стала сиротой. И женщина ее удочерила. В квартире я встретила эту девочку. Она заскочила мне на талию. Откинулась. Обняла меня и сказала. Мама, возьми меня к себе жить. Свой профессиональный праздник и Елена Бурлакова и другие сотрудники уголовного розыска встретят на работе. Желаю только одного, чтобы о мечи меньше нарушали закон. Юлия Думанова и Денис Лопарев. 12 канал. С опозданием в полтора месяца в селе Ростовка Омского района в школе, которую не успели подготовить к началу учебного года, наконец закончили ремонт пищеблока. О непростой ситуации в учебном заведении 12 канал рассказывал. Подрядчики должны были завершить работу еще 22 августа. Однако к этому сроку доделать все из-за собственной нерасторопности не успели. По контракту в пищеблоке должны были заменить канализацию, электропроводку, обновить сантехнику, а также провести отделку помещений. Закончить ремонт удалось лишь к пятнице. Еще два дня понадобилось, чтобы подготовить столовую к приему детей. В выходные нам удались очень трудные, сложные. Мы всем коллективом принимали активное участие в субботнике, воскреснике. Полностью весь зал обеденный, как мы и обещали, отмыли, покрасили, все расставили. Мы готовы, мы свои обещания держали. После проверки надзорных ведомств в работе подрядчика нашли недочеты. Работе столовой они не мешают. Однако фирму обязали устранить все замечания в ближайшее время. У нас до конца не сделаны двери. Моечный цех до конца не запущен. Но здесь, я думаю, что сами работники столовой, конечно, им придется поработать. Но я думаю, что в течение недели подрядчик исправит все свои недочеты. И обязательное условие выполнения контракта – это, конечно, исполнение всех работ, которые прописаны в контракте. И они должны быть исполнены. Естественно, что все финансовые средства будут оплачены только тогда, когда все предписания будут выполнены. Что касается спортзала, работы по реконструкции кровли здесь продолжаются. Рабочие монтируют сэндвич-панели. Завершить работы обещают к 9 октября. После этого уже другой подрядчик займется ремонтом самого помещения. Напомню, его обновление ведется по программе обновления спортзалов в сельских школах. Из федерального бюджета на это выделено почти 2 миллиона рублей. Омские аграрии намолотили 3 миллиона тонн зерна. И это, несмотря на засушливое лето. Из-за суховей в регионе даже пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Уборка зерновых и зернобобовых практически завершена. Работы продолжаются лишь в семи районах области. Последние гектары будут убраны в течение трех ближайших дней. Впрочем, говорят в Минсельхозе, на конечные результаты это уже не повлияет. Урожайность, по данным ведомства, чуть больше 15 центнеров с гектара. Это неплохой показатель. Уборочная тем временем продолжается. Хозяйства переключились на сбор масличных культур. Готовы осваивать новые технологии и даже танцевать перед монитором, лишь бы влюбить в свой предмет школьников. Профессиональный праздник сегодня отмечают учителя. В нашем регионе их больше 14 тысяч, 3 тысячи из них – молодые специалисты. Пандемия в этом году стала для педагогов настоящим испытанием. В кратчайшие сроки им пришлось осваивать интернет-технологии. Дистанционка сегодня официально стала частью образовательной программы и в прямом смысле стерла границы. Чем хороши новые технологии и почему они никогда не заменят реальное общение? Анна Кокорина расскажет. Замысловато складывая листы цветной бумаги, пятиклассники осваивают японское искусство оригами. Получиться должна карандашница, своего рода макет их будущей поделки из дерева. За верстаки мальчишки вскоре встанут под руководством Ивана Новохадского. Учительствует парень уже три года – молоток и гвозди. Впервые взял в руки еще в детстве, когда с отцом строил забор. А в школе увлекся резьбой по дереву. Увидел все различные станки, верстаки, загорелся. И, конечно, хочу сказать большое спасибо своему первому учителю технологии, который и привел, можно сказать, меня в эту профессию. Изготавливать изделия – это одно, а научить другого человека изготавливать – это совершенно другое. Это, так скажем, своего рода кайф такой. То есть ты оставляешь после себя не только изделия, но и умения, и навыки в детях. Делиться знаниями, правда, языковыми, в свое время решила и Татьяна Маянская. Признается, самые исполнительные ученики – уже состоявшиеся в профессии люди. Тех, кому иностранный необходим для взлета в карьере, карпетит учебниками заставлять не нужно. Потому в числе ее воспитанников не только ученики 159-й гимназии, но и финансисты, юристы и инженеры из Москвы, Хабаровска и Санкт-Петербурга. Осваивать русский помогает ребятам из Китая и Кореи. Даже в разгар пандемии с учениками остается на связи. В онлайн учительница иностранного в этом году вывела и дошкалят в качестве эксперимента, чтобы учить китайский было весело и интересно, перед монитором может спеть и даже станцевать. Прямо перед монитором я вставала. Если мы делаем какую-то рифмовку с детствиями, я делаю вместе с детьми. Если это песня с движениями, я танцую и пою вместе с детьми. Если это рисунок, я рисую на дисплее вместе с детьми. То есть, ну, все делаешь вместе. Шагнуть за рамки классического учебного плана омских педагогов в этом году заставила дистанционка. Всем срочно пришлось освоить специализированные сайты и приложения. Через интернет объясняли новые темы, проводили контрольные и готовили выпускников к ЕГЭ. Самые креативные учителя в соцсетях устраивали квесты. Прямо рядом за мной парковка красной звезды. Я думаю, не составит труда найти, просто нужно будет прогуляться по дальней аллейке. Или проводили уроки в популярном сейчас формате стендап-шоу, разбавляя важную информацию шутками по теме. Морковка, картошка, Аляска, недорого. Да, Александр II продал Аляску за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Впрочем, в региональном Минобре уверены, IT-технологии сегодня могут быть лишь частью образовательного процесса и не должны его заменять. Ведь именно при личном общении педагога и ребенка происходит воспитание и социализация. Невозможно без личного контакта. Мы же не просто учим какому-то предмету и передаем какие-то знания. Мы воспитываем детей, и всегда школа этим занималась наравне с семьей. Мы социализируем детей. Невозможно социализироваться, сидя перед компьютером. Согласитесь, нужно выйти туда, где люди, где такие же, как ты, и это не через гаджет. Я благодарна и горжусь своими коллегами, которые не впали в панику. Да, собрались, мобилизовались, справились, но повторения не хотим. В дистанционный режим сегодня переводят факультативы и дополнительные занятия по физике, химии, биологии, истории и обществознанию. Также курсы повышения квалификации для педагогов. Полезны компьютерные технологии при обмене опытом. Сейчас, не покидая родных стен, учителя могут посещать уроки лучших специалистов-предметников России и даже мира. Но по-настоящему чувствовать себя учителем могут только в классах, глядя глаза в глаза ученикам. Анна Кокорина, Александр Саражин, 12 канал. Увековечили в бронзе на Старосеверном кладбище. Открыли мемориал воспитанника омского хоккея Самвелом Натяну в августе 2018. Время предсезонного сбора парень почувствовал боли в спине. Обследование выявило злокачественную опухоль позвоночника. Болельщики собирали деньги, чтобы помочь Натяну, а коллеги провели благотворительные матчи. Деньги пошли на оплату лечения в Германии. Через несколько месяцев Самвел даже сообщил, что планирует продолжить спортивную карьеру. Однако чудо не случилось год назад. Натяна не стало. Ему было всего 29 лет. География команд простиралась от чешского Кладна до Владивостока. Натян выступал за астанинский Борыс, нюжнекамский нефтехимик и дальневосточный адмирал. В родном городе играл только за молодежку, но где бы ни жил, всегда считал себя амичом. Последним клубом стала Новосибирская Сибирь, за которую парень так и не провел ни одного официального матча. Сэм был очень добрый, отзывчивый парень. Всегда спешил всем помочь. И никогда никому не отказывал. Просто золото, а не человек. Он был таким проводником хоккейным, да, в армянской диаспоре, потому что он был первым армянским хоккеистом в лиге. И уже ты и твой брат Артем пошли по его стопам. Да, это правда. Мы еще маленькие были. Пришли в школу. Сэм там уже, ну, старше нас там, грубо говоря, на лет 7. И всегда ходили, смотрели, как он играет. С братом ровнялись на Самвела. А вот какие материалы наши корреспонденты сейчас готовят к итоговому выпуску «Часа новостей». Смотрите в 19.30. Технология с космическими перспективами. Омский студент Иван Черных разработал новый передовой метод сварки. Процесс это быстрый, без искр, электродов и большого расхода электроэнергии. А соединение получается суперпрочным. Технологию уже оценили в центре Хруничева. За ней будущая ракета-носителя «Ангара». Устаревшие методы сварки плавлениями здесь не очень применимы, потому что они дают меньшую прочность. Полезная разработка может быть и нефтяником. Денис Жарков погрузился в тонкости научного процесса. Прошла любовь. С наступлением осени зоозащитники хватаются за голову. Вы без того переполнены в приютах для животных шквал обращений и десятки новых постояльцев каждый день. Люди забывают на дачах собак и кошек. Некоторые садоводы поступают еще более цинично. Оставляют псов на привязи, не давая ни единого шанса освободиться и выжить. Хотелось бы, чтобы граждане это понимали и все-таки несли ответственность за своих питомцев. Екатерина Булучевская сегодня, во Всемирный день защиты животных, узнала чудесные истории спасения братьев наших меньших. И выясняла, грозит ли какое-то наказание тем, кто бросает собак и кошек на голодную смерть. Три километра вольным стилем. Амичи приняли участие в пешем марафоне. Спортивную прогулку в Птичьей гавани приурочили ко Всероссийскому дню ходьбы. Дистанцию преодолели больше восьми сотен участников. Возраст разный. Самому младшему всего полтора года, старшему — 81. Из-за пандемии состязания проводились по особым правилам. Пешеходы стартовали небольшими группами по 30 человек. Вообще же, врачи утверждают, ходьба лечит, снижает давление, улучшает пищеварение, избавляет от стрессов и укрепляет кости. Многие вышли на трассу с финскими палками, а некоторые участники преодолели дистанцию даже задом наперед. Каждый день по варку хожу. Зывой на лыжах катаюсь. А сколько примерно можете пройти километров? Могу. Восемь-десять. В движении жизни. По итогам марафона прогулки выбрали победителей в трех номинациях. Самый младший участник, старший и самая спортивная семья. Лауреатам вручили дипломы и абонементы в бассейн. Эксперименты на сцене, авторские постановки без слов, клоунада, моноспектакли и лекции о новаторстве в искусстве. В Омске проходит неделя экспериментального театра. По традиции межрегиональный фестиваль артисты открыли ярким уличным шествием. Из разных точек города запустили три колонны. Уютную в вязаных шарфиках и шапочках, романтичную с зонтиками и праздничную в красочных нарядах. В афишу фестиваля вошли постановки коллективов из Екатеринбурга, Перми, Казани и, конечно, Омска. Показы будут проходить на нескольких площадках. Так, в городском музее искусств Омска состоится презентация документально-психологического проекта «Семейный альбом». А в Омской крепости моноспектакль в жанре клоунада. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Итак, завтра, 6 октября в городе Пасмурно. Температура воздуха ночью 0,2, днем плюс 1, плюс 4 градуса. В районах возможен дождь, ночью 0, минус 1, днем 6,8 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. На этом у меня пока все. Итоги дня подведем в 19.30. Я с вами не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова